Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для огородников. Я уже говорила, что все методы подкормки рассады томатов также можно отнести и к перцам. Но некоторые начинающие, которые еще никогда не занимались выращиванием рассады, они никак не могут ассоциировать вместе перец и томат и с завидным постоянством спрашивают, как можно подкормить перцы, считая, что подкормка перцев должна быть какая-то особенная от подкормки рассады томатов. Поэтому я с сегодняшнего дня, так же как про томаты, буду снимать несколько видеороликов на тему подкормка рассады перцев. И начну я, конечно, так же как и томаты начинала, нужна ли подкормка и в каких случаях она вообще не нужна. Сейчас все подробно расскажу то же самое, что рассказывала про томаты, только сейчас это будет относиться уже к перцам. Вот перец, конечно, вырастить немного посложнее, чем томаты. И если некоторые начинающие огородники томаты уже, как пишут, что они выращивали, у них, ну как получается, то перцы самостоятельно выращивать в первый год не берется почти никто. Покупают сначала, сначала на базаре, потом уже, когда научатся томаты выращивать, начинают сами пробовать. Но на базаре, конечно, мы покупаем, во-первых, перец, он дорогой, всегда дороже томатов, и не всегда качество нас устраивает. И поэтому все больше и больше огородников склоняются к самостоятельному выращиванию рассады томатов. Но в городских квартирах, так же как вот у нас в частных домах, я живу в частном доме, сделать это совсем непросто. Перец, он капризный, и вообще всем растениям нужны другие условия, хоть перцу, хоть томатам, хоть капусте. Им нужен более яркий свет, им нужна большая влажность, чем людям. Вот видите, у меня сейчас он в капельках, я вынесла его опрыскивать, и как раз вам покажу, раз уж я сюда принесла этот тяжелый лоток на стол. И если не создать им вот этих комфортных условий, освещение, температура, влажность, то рассада вырастет слабой, тонкой, болезненной. Начинающим огородникам, столкнувшимся с этой проблемой, кажется, что рассаду необходимо подкормить, и все сразу решится само собой. Вот как по мгновению волшебной палочки, польем, и сразу рассада будет другая. И стараясь улучшить качество рассады, многие делают наоборот. Они начинают подкармливать свои растения с самого рождения, делают это часто, много, всем подряд, необдуманно, и в результате наносят непоправимый вред своим сеянцам. Рассада крепче не становится, но часто листья приобретают нездоровый цвет, какой-то другой оттенок, не зеленый, или на них какие-то пятна появляются. Иногда даже вот пишут пупырышки, какие-то как наростики. И потом определить, какой именно препарат вызвал такую реакцию, бывает вообще невозможно, так как проводились многочисленные обработки разными средствами, никто обычно даже не записывает, чем обрабатывал. Естественно, причина становится неизвестна, а качество рассады ухудшается. Поступать так категорически нельзя. Ведь необоснованными, вот такими необдуманными подкормками легче навредить молодым перцам, чем помочь им. Это очень тонкое дело, и вот эти всякие удобрения, химикаты в руках неопытных новичков, это страшная угроза рассаде. Так что, если вы начинающий, и вы не знаете, как подкармливать, лучше вообще ничего не делайте. Это будет лучше для ваших растений. И если вы начинающий огородник, но хотите подкормить, сначала выясните, нужна ли вообще подкормка вашим сеянцам. Ведь в большинстве случаев рассада не нуждается в дополнительной подкормке до самой высадки в грунт. Вот сейчас я вам расскажу, в каких случаях подкормка не нужна и не нужно даже об этом думать. Всегда смотрите по внешнему виду. Если перец вот такой зеленый, рясный, значит у него все в порядке. Вообще есть факторы, которые позволяют вам подумать, что подкормка вам не нужна. Если вы, например, составляли грунт собственными руками, положили все необходимое туда для растений, вот я кладу перегной, беру питательную полевую или дерновую землю. Этот рецепт у меня проверен временем. И если вы делаете вот такой рецепт, который много лет вы уже испытывали, он вас никогда не подводил, то вот в таких случаях подкормки не нужно. По крайней мере, до пикировки это точно. И после пикировки, если короткий срок до высадки в грунт, не надо их ничем кормить. Если они у вас сеяны рано и будут стоять дома долго, тогда, может быть, еще можно подумать. А вообще достаточно опрыскивания вот всякими стимуляторами роста, другими питательными растворами, которые помогают растениям пережить период вот такого содержания в неблагоприятных условиях. Это когда вот отсутствует солнечный свет, недостаточная влажность воздуха, о которых я уже говорила. Опрыскивать можно вот этими, я уже называла натуральный виталайзер 101, НВ-101, он повышает иммунитет. Эпин, циркон. Нам нужно, чтобы они сопротивлялись неблагоприятным условиям, стрессам и болезням. Это самое главное. Я каждый год составляю сама грунт для посевов. Это освобождает меня от дополнительных подкормок, потому что вы видели, какое у меня количество лотков. Человеку просто физически невозможно подкармливать вот эти все 100-120 лотков. Это нужно сколько? Даже за день, наверное, их не подкормишь, а потом через 3 дня или через 5, как некоторые раз в неделю подкармливают. Это очень часто. Вот то же самое можно сказать о высококачественном магазинном грунте. Если вы приобрели его в специализированном магазине, уверенно в его качестве, использовали сами или вам друзья посоветовали, порекомендовали, в нем уже заложены все необходимые питательные вещества. Так что и свой грунт, собственно, ручный, и магазинный, фирменный, если вы используете, то подкормки не нужны длительное время, пока растение совсем не будет большое, пока ему не будет хватать. Вы уже сами потом увидите по внешнему виду, когда ему не хватает чего-то. Вот если при посеве семян и при пикировке, вот сначала посеяли, выросло, потом, когда пикируете, вы добавляете еще немного органического удобрения, я вот добавляю ложку золы и при посеве, и при пикировке. И если при пикировке вы еще поменяете грунт на новый, то у вас вообще полностью отпадет необходимость в подкормках, до высадки растений в открытый грунт или в теплицу. Я когда посеяла, грунт один беру, поросли они немного, потом грунт этот выбрасываю, лоток мою, насыпаю свежий питательный грунт, опять кладу туда золу, немножко золы перемешиваю, и сажу уже растения в свежий, еще не высосанный, как вот те растения забрали, все самое вкусное, а это в свежий грунт. Вот я уже давно для себя решила, что лучше составить один раз качественный питательный грунт, добавить удобрения в землю, чем потом заниматься подкормкой рассады. Это очень сложно, особенно если, как вот я занимаюсь почти профессионально, выращиваю по несколько тысяч, подкормка, во-первых, она и обходится дорого, и физически очень тяжело все эти лотки перелопачивать, подкармливать. У меня просто нет свободного времени иногда, но и вот этой заниматься, высчитывать дозировки, все эти капли считать, это ведь очень проблематично. И времени свободного нет, а иногда это просто опасно для растений. Любая передозировка может привести к гибели молодых сеянцев, что очень часто бывает у начинающих огородников. Запомните, если вы посеяли свои семена в хороший питательный грунт, и внешний вид рассады отличный, подкормка не нужна. Я вот этой вот рассаде перца делала всего одну подкормку гуми Кузнецова, и то только потому, что они у меня загущены. Они сколько у меня здесь? Раз, два, три, четыре, шесть. Раз, два, шесть, шесть. Вот тут 60 штук в одном лотке. Если вы для себя выращиваете 20 штук, они сидят в одном лотке, то вам вполне хватит питательных веществ, которые находятся в грунте. Не нужно их кормить. Дайте растениям спокойно расти, развиваться. Не вторгайтесь без повода в их жизнь. Но если вы, опять же это исключение сейчас, посеяли свои семена в качественный грунт, добавили все, что им требуется, а внешний вид рассады вам все-таки не нравится, вам кажется, что они недостаточно крепкие, хиленькие, то и в этом случае не торопитесь поливать их различными средствами. Очень часто неудовлетворительное качество рассады зависит не от недостатка питательных веществ, а от неправильных условий содержания растений. Именно из-за нарушений режима выращивания чаще всего мы получаем тонкую и хилую рассаду. Мы сами того не понимая, нарушаем условия, которые влияют на рост и развитие томатов, с самого первого дня. Это и температура, и освещение. В большинстве случаев вот из-за этих нарушений температурного режима, недостаток света, вид рассады, ну далек от совершенства, далек от такой, какую мы хотим, толстенькую, зелененькую. Что именно больше всего влияет на рост, развитие рассады перца именно. Как я уже говорила, свет, влажность, температура. Это отдельное совсем будет видео, потому что это очень долго. Во-первых, и температурные режимы разные при посеве, при проклевывании, потом, когда петельки покажутся, это нужно все менять, все поддерживать. Но вывод вот с этого, нужна ли подкормка, или может быть не нужна, я хочу вам, как подвести, подытожить. Вывод заметки этой. Не торопитесь делать подкормку. Сначала выясните, нужна ли вообще подкормка вашим сеянцам. Это очень сложная, многогранная тема. Нужно сначала все прояснить, посмотреть рассаду. Я сейчас буду несколько видеороликов сниму. Первый, вот, нужна ли подкормка рассаде, потом, следующий сниму, как узнать, чего не хватает растениям, если внешний вид вам не нравится, что именно им не хватает. Потом будет, чем подкормить рассаду в первые дни. И подкормка народными средствами, как обычно, впоследствии. Если вас это интересует, все вот эти видео я буду выкладывать на YouTube в плейлист перцы. Все, вот, первая тема, нужна ли подкормка, и когда можно обойтись без нее, я рассказала, я надеюсь, вы поняли, что если рассада хорошая, если земля у вас питательная, не трогайте, пусть растут. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Тема, подкормка перцев. Нужна ли вообще подкормка, и когда мы можем ее избежать. Что нужно сделать, чтобы не заморачиваться, потом не высчитывать дозировки, не подкармливать растения. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok